Всем привет! Меня зовут Даша Пынзарь, а это Нара. И сейчас мы сделаем с вами голливудское наращивание волос. Та-дам! Вы смотрите наш канал Пынзарь Фэмили. Сейчас вы узнаете, как из обычной девушки превратиться в золотовласку. И мне поможет Нарочка. Я буду наращивать детскую славянку на волосы 60 см. Волосы хорошего качества. Также нам понадобится Нара. Без нее никуда. Она профессионал своего дела. Нам понадобятся нитки. Технология проверенная. Я уже отходила сама, проинспериментировала. Все проверила на себе. Теперь могу смело советовать вам. Делим волосы на зону, на определенную самую верхнюю. Это будет самая верхняя зона. Чтобы можно было волосы распускать. Также собирать хвостики. Все ровно. Здесь тоже выравниваем. Все. Отлично. Фиксируем. Идем косичку. Не толстая и не очень тонкая. Должна быть так, чтобы волосы могли выдержать саму трессу, которую мы объем волос, который наращиваем. В общем, она должна быть вот так вот идти. Очень аккуратная, ровная, красивая. Кстати, именно этой технологией пользуются все голливудские звезды, которые, допустим, вот Бьонс, Науи Кэмпбелл. Они собирают все свои волосы просто в косички. И пришивается целый парик отдельно. То есть, вы видите, когда Бьонсик в клипе машет грибой, и у него такие прямые, красивые, белые волосы. Так вот, это парик. Нам это не нужно, потому что у меня не африканские волосы. Мы просто пришиваем три ряда волос. Нам нужна длина. Многие делают это для объема. У меня густые волосы, достаточно их много. Но у меня отламываются кончики. Именно поэтому я не могу не потратить длинные волосы. Дарья, скажите, пожалуйста, вы говорите, что у вас кончики ломаются. А у вашего мужа кончик не сломался? У нашего мужа в лбу кончик не сломался. Именно поэтому у нас уже второй ребенок. И, скорее всего, будет третий. Еще одна такая косичка по низу должна идти. Второй ряд тоже такой же будет. Не тоненькая сильно и не толстая, аккуратная косичка. У меня уже готовы две косички сзади. Сейчас мы будем пришивать волосы, трессы. Я уже начинаю чувствовать себя немного бьемся. У меня уже попу в пляс идет. Правда, петь я как она не умею. Будем начать с нижнего ряда. Вот эту трессу, которую вы видите, она здесь уже, да? Да. Нара тоже ее сплела сама полностью. Иголочкой поддеваем и нашиваем. Каждый сантиметр, что ли? А? Каждый сантиметр, что ли, прошивается? Даже не сантиметр. По три где-то миллиметра. Таким вот образом нашиваются обе трессы на косичку. На самом деле я наращиваю волос уже десять лет. И припробовала все возможные способы наращивания. И ленточные, и капсульные, и всякое-всякое разное. И вот остановилась именно на големудском, потому что комфортно. Комфортно и быстро. Кто-то считает, что вообще не нужно наращивать волосы. Кто-то считает, что нужно да побольше. Пишите, делитесь своими мыслями. Мы любую вашу позицию примем и рассмотрим. Есть, конечно, счастливицы, у которых свои. Шикарные, густые, длинные волосы. Но не всем, не всем это дано. Я из-за возможностей, которые дает нам наш век. У нас есть вот такие талантливые девушки, как Нара, которые делают из нас красоток. Несмотря на то, что, допустим, природа нам не дала, не дала чего-то, мы можем прийти и додать себе это сами. Главное, очень важно, конечно, чтобы это было безвредно для здоровья. Я перепробовала много разных техник наращивания. Могу сказать, что совершенно определенно, что именно голливудская технология, она самая безвредная. За ними я ухаживаю достаточно просто. Так же, как за своими, ты просто уможешь голову. Единственное, что они сохнут немного дольше. Я себя очень хорошо ощущаю, я себя нашла. Я себя вот в образе, в том, который у меня есть. Я себя комфортно, гармонично чувствую. Все проверяю на себе. Все, что вы здесь видите, это все, что делаю я сама. Рекомендую только то, что делаю сама себе. Мы нашли верхнюю трессу, последнюю. Вот волосики наши готовы. Очень длинные, красивые. Вот под ним, под этой трессой еще одна тресса. Вот она. Это, кстати, без укладки. С момента последнего наращивания прошло два с лишним месяца. То есть, в следующий раз на рыбу увидимся через два месяца. Ну, плюс-минус неделя. Кстати, что не мало важно для меня лично и думаю для вас тоже. Это наращивание мы можем снять сами дома буквально за пять минут. Просто срезается ниточка, снимается тресс и воспитается косичка. Все. То есть, вы можете сами это сделать. Вам может сделать это ваша подруга, мама, сестра или муж, как в моем случае. То есть, допустим, если я буду не успевать в последней коррекции. Или просто, допустим, у меня будет настроение снять волосы. Хотя, конечно, такого не будет. Ну, мало ли. То есть, я могу это сделать сама. И теперь, мои дорогие, давайте вспомним, как было и как стало. Разница очевидна. В общем, девчонки, теперь вы знаете секрет моих глинных волос. Если вам интересно проконсультироваться у Нары и обратиться к ней внизу, есть ее контакт. Всем пока! Спасибо большое, что были с нами. Пишите свои предложения по следующим видеоблогам. Что бы вы хотели, чтобы я вам рассказала внизу под видео. Спасибо вам большое. Всех люблю. Муа! Сколько ты блондинок уже покрасила? Ой, по пальцам. Ну, примерно. Тысяч, наверное, две-три тысячи. Да-да, у Миши было две-три тысячи блондинок. Мы делаем из простых вот таких вот русых девушек. Ну, не мы, а Миша, а я так примазалась.